Т-84, украинский основной боевой танк, дальнейшее развитие Т-80УД Харьковское конструкторское бюро машиностроения Производитель Украина Харьковское конструкторское бюро машиностроения Украина ЗТМИ Малышева Работы над модернизацией танка Т-80УД были начаты в 1992 году Первый опытный образец Т-84 был создан в конце 1994 года Всего было изготовлено два или несколько опытных образцов В апреле 1995 года демонстрационный образец танка Т-84 был представлен на выставке вооружения ЕКС-95 В 2000 году Т-84 был официально принят на вооружение украинской армии В дальнейшем, в 2000 году работы над Т-80УД были прекращены Поскольку Министерство обороны Украины принято решение о начале работ над новым типом основного танка Результатом которых стал танк Аплот ТМ 28 мая 2009 года принятый на вооружение украинской армии под наименованием БМ Аплот В 2002 году состоялись государственные испытания маскировочной конструкции «Контраст» Разработчиками которой являлись Харьковский национальный университет имени ВН Каразина Институт автоматизированных систем и Севастопольское предприятие современной волоконной технологии Единицы бронетехники На которую в ходе испытаний был установлен комплект «Контраст» Являлся танк Т-84 В августе 2013 года кабинет министров Украины разрешил снять с баланса вооруженных сил Украины оба танка Т-84 Один Т-84 Объект 478 ДУ-2 на базе Т-80У 1992 года выпуска И один Т-84 Объект 478 ДУ-4 1999 года выпуска И предназначил к продаже по 399 тысяч гривен, дешевле, чем Т-64Б-1 Один танк куплен в США по сравнению с Т-80ЭУТ У новой машины увеличена мощность двигателя до 1200Л С. Усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения Улучшена динамическая защита Кроме того, установлен комплекс с электрооптической активной защитой от высокоточного оружия ШТАР-1 или ВАРТА Для защиты танка от управляемого противотанкового вооружения противника Т-84 Объект 478 ДУ-2 Базовый вариант, разработанный в первой половине 1990-х годов Т-84У Объект 478Б Модернизация Т-84 с новой бронированной боковой юбкой Новой сварной башней, динамической защитой башни «Контакт-5» Вспомогательной силовой установкой ВСУ, тепловизионным прицелом, спутниковой навигацией, лазерным дальномером для командира и другими улучшениями Т-84У Объект 478ДУ-9 Танк получил новую сварно-катанную башню с цельно-штампованной крышей Изготовленную из электрошлаковой переплавки Благодаря чему, имеет более высокую прочность и живучесть С учетом более простой формы башни, в ней удалось удачно разместить многослойную броню Также был увеличен ее внутренний объем В лобовой проекции башни была размещена новая динамическая защита третьего поколения украинского производства «НОЖ» Оснащен динамической и активной защитой украинского производства Приборов прицеливания зарубежного производства, увеличенными бортовыми экранами Прошел испытание и был принят на вооружение армию Украины Изготовлено не менее пяти машин в 2001 году БМ-Оплот, Аплот-ТМ, Объект 478-ДУ-9-1 Последняя модернизированная модификация Т-84 с улучшенными качествами мобильности и защищенности Серийно не выпускался, единственный экземпляр машины переделан из 478-ДУ-9 БМ-Оплот-Т, Аплот-Т, Объект 478-ДУ-9-Т, серийный Аплот-Т для Таиланда Отличается от 478-ДУ-9-1 установкой кондиционера и в Су-Т-84-120 Объект 478-Н, вариант Т-84 Аплот для участия в турецком тендере 2000 года с измененной башней В которой установлена 120 мм пушка под боеприпасы стандарта НАТО с автоматом заряжания в кормовой нише Субтитры создавал DimaTorzok